Российскому олигарху Рубену Варданяну, управлявшему сепаратистской администрацией в Карабахе, в Украине присвоен статус лица, подлежащего немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО. Упомянутый статус в Украине Варданян получил после того, как 17 июня его анкета была размещена в авторитетной украинской базе «Миротворец», специализирующейся на исследовании соучастников российской агрессии. Высшее руководство системообразующей российской компании, которое вовлечено в материальную, транспортную, логистическую и другую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян с ноября 2022 по февраль 2023 года руководил так называемым правительством Карабаха, территорией, которая де-юре является частью Азербайджана, но оккупирована частично проармянскими и частично пророссийскими сепаратистами при поддержке Кремля. Но даже после ухода с этой должности Варданян продолжает препятствовать достижению мира в Карабахе. «Мы никогда не согласимся с этим. Мы будем бороться до последнего. Последняя черта пройдена. Ты либо встаешь на защиту Арцаха, либо против всего армянского народа». В своем выступлении на митинге 9 мая в городе Ханкинди он вновь отметил необходимость присутствия военного контингента России, который американское издание Wall Street Journal называет инструментом сохранения влияния Путина в Южном Кавказе. Варданян – один из самых богатых людей России, близок к Путину. Его обвиняют в отмывании денег через офшорные компании и переводе средств влиятельным дружкам Путина. По информации издания, у него также имеются связи с Тегераном, которые оказывают поддержку Москве в регулярных обстрелах Украины. Его связи с Ираном можно проследить через российский фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана. Варданян известен также и благодаря расследованию консорциума журналистов-расследователей о CCRP, о его компании «Тройка. Диалог» и о ее роли в создании офшорных сетей. Из-за скандала еще в 2019 году инициатива о введении санкции против Варданяна как одного из соратников Кремля была выдвинута 22 депутатами Европарламента. Уже в 2022 году персональные санкции против него призвали ввести сразу 46 членов Конгресса США. Важно напомнить, что власти Украины включили Варданяна в санкционный список еще осенью 2022 года. В базу «Миротворец» анкеты соратников Кремля добавляются, как правило, при участии СБУ, службы безопасности Украины или при посредничестве экспертов, близких к украинским спецслужбам. Во всех своих выступлениях экс-руководитель сепаратистской администрации Карабаха предпочитает замалчивать агрессию Путина против Украины, тем самым выступая соучастником преступлений кремлевского военного преступника. Наглядный пример – его интервью BBC «Хард Толк», проведенное в январе 2023 года, то есть, когда он еще занимал должность руководителя Карабаха. Тогда Варданян демонстративно отказался осудить военную агрессию против Украины. Более того, уже в мае 2023 года он объявил бессмысленным обсуждение геноцида украинской нации. Вызывает удивление близорукость международных общественных институтов, ведущих борьбу против приспешников Кремля и лиц, причастных к войне против Украины. Остается надеяться, что на фоне нынешних усилий Рубена Варданяна по сохранению позиций Путина на юге Кавказа, заслуги этого ставленника Кремля будут, наконец, оценены по достоинству не только в Киеве, но и в Брюсселе и в Вашингтоне.